ну чё ребятушки этот день настал так случилось что мы заказали китайцам вот и ближайшее время я буду есть на китайц после участия в гонке я понял что все-таки ямаха моя немножко не выводит тех целей которые я от нее хочу и нужно пробовать что-то другое было принято решение хотя оно было принято еще немножко до гонки нужно тогда понимал что что нужно пробовать посерьезнее чуть-чуть было принято решение заказать себе кое-что на тестирование так сказать попробовать покататься если не подойдет мне тогда продать и смотреть что другое вообще в принципе есть такая мечта попробовать очень большое количество мотоциклов тем более что магазин не дает эту возможность я могу покупать технику кататься проверять и тестировать наслаждаться или ругаться и потом продавать так сказать не сильно себе ущерб первый образец который мы будем тестировать сейчас у нас находится в магазине мы выгрузили сегодня привезли уже частично разобрали коробку не без негатива произошла распаковка потому что коробку немножко угандошили в транспортной компании сейчас я покажу как они угандошили мы будем собирать мотик будем его заводить будем тестировать пробовать кайфовать ну или ругаться как получится вот погнали стоит cr-z к тоже будем собирать стоит еще одна герка вот она и вот мой пепел от стоит это гр-7 комплектации оптимум скинули мы коробку немножко открутили то что здесь было сверху наложено перья пластик там колесо передняя вот ну сразу что показать это уничтоженная коробка вот она то есть коробка пострадала при транспортировке видимо транспортной компании вилами пихали вот сюда вот поднимали или они и уронили наверное возможно что уронили на что-то вот сюда вот попала и помяла коробку повело ее сверху здесь у нас покоцанные клеммы замка сам замок тоже пострадал чем-то его придавило вот он разломанный клеммы тоже разбитые ну пока больше дефектов не заметили тут есть уже немножко коцки на раме но это не критично еще немножко помят резонатор здесь видно есть царапинка вот это что у нас пока что обнаружили мы по дефектам по изъянам сейчас будем доставать мотоцикл из коробки собирать потихонечку и дальше снимать видео достали мотоцикл из коробки вот так вот он выглядит настоящая husqvarna практически подрамник пластиковый видно фильтр быстросъемный видимо наследие husqvarna амортизатор здесь имеет внизу два отверстия что намекает на то что можно менять высоту мотоцикла крышечка съемная вот это снимаем и газуем по грязи звезда задняя 52 достаточно большая практически больше некуда залит уже какой-то антифриз вот в расширительном бачке видно еще я не вижу провода на датчике температуры вот он датчик провода на нем почему-то нет сервопривод мощностного клапана тросики от него идут еще есть резонатор впуска вот так вот он выглядит карбюратор достаточно здоровенький все такими всякими перепускными трубочками с намеком на racing так здесь у нас видимо блок управления котов в котором коммутатор и управление мощностным клапаном такие ручки прикольные чтобы таскать мотоцикл траверсы понятное дело что симпатичные резерованные вот следы от резца все лишнее так сказать убрано чтобы было легче рулевая на демпферах на резинках еще один интересный момент то что замотали они скотчем малярным болтики на траверсах чтобы они по дороге не убежали потому что часто китайцы приходят этих болтиков половины нету резонатор резонатор тут у нас с ребрышками вот они идут ребра это чтобы улитка наша имела большую прочность когда мы по ней бьем не так мялось грипсы локон приклеены к пластмасском то есть если вы упадете в грязь куда-то грипсы не будут крутиться на руле на газульке вот руль толстый аля twinwall только и gp бизиночки здесь ему покажу что он труба в трубе грипсы локон которые прикручиваются затягиваются болтиком вот видно не будет крутиться такая грипса на руле доставлять проблем ну чё мотик еще не собрали он уже валит на заднем медика стоит короче поставили мы траверсу поставили нее перья сейчас будем собирать дальше одно скажу что в маятник в точнее в прогрессе я лазил там даже смазка есть и причем такие прикольные упорные втулочки смазка в подшипниках есть но мы натолкали туда еще чтобы было прям собираем и снимаем все что видим вот глаз зацепился за обилие отверстий ступицы здесь у нас прям много убрано лишнего алюминия среду покажу короче много дырок но и спицы жирненькие понятно что это уже намек на хард эндуру и ступица прикольно так эту штуку я уже показывал на то что у нас втулки ставятся в подшипники и в эти втулки уже ставится ось сюда нажимается суппорте суховато направляющие сухие практически поэтому мы туда наталкиваем смазочки чего и вам советуем лучше конечно использовать какой-нибудь супер-пупер крутую высокотемпературную смазку для суппортов но мы туда напихиваем смазочки попроще чего вам не советуем пихайте туда супер-упер крутую смазочку для суппортов но главное пихайте потому что без маски все это ходит гораздо хуже суп от кстати прикольный предполагаю что это husqvarna ктм или чего-нибудь а-ля похожее потому что колодки модные быстросъемные шплинтики короче в режиме гонки можно быстро поменять колодки шплинтик достаете выдергивать колодки вставляйте новые и погнали продолжаем обозревать гр-7 2т оптимум спицы завода уже протянуты что не часто на китайской технике обычно она все еще требует протяжки защита перьев вилки крепится на болтиках на которых есть спейсеры то есть они такие с проставками со втулками их скажем так когда тянешь не раздавишь пластик резьбу сорвать конечно можно но пластик не раздаешь из-за этих спейсеров еще один момент который был замечен это то что на такого класса техники конечно крепеж выполнен посимпатичнее болтики такие на вид выглядят симпатично короче ну как будто они прочнее чем болтики на дешевых китайских мотоциклах практика конечно покажет да еще есть клапаночки для сброса воздуха с перьев вилки ну регулировка понятно снизу и сверху есть регулировка вилка 48 вилка уже затягивается по-человечески оси ставятся пусть затягивается по-человечески болтами перьях башмаках так сказать собираем собираем защитка здесь так вот вешается на рычаг колесо сняли для проверки и промазки протяжки так сказать что будем смазывать будем смазывать здесь тоже направляющие суппорта кстати вот он такой красивый везде надписи сзц что говорит о том что это наверное не самое говно раз они тут пишут какие-то свои бренды вот еще замечено теплоизоляционная прокладка или проставка то есть между колодками и поршневым суппортом есть у нас теплоизоляция чтобы лишнее тепло от колодок не попадала на тормозную систему и не кипятила и сейчас выдернем маятник промажем его подшипники точнее весь его мазать смысла нет наверное и соберем все назад выдернули маятник из рамы немножко поцарапали правда ничего подкрасим не зря маятник выдернули потому что смазки там нихрена нету слова совсем сухо если бы мы это все дело не смазали поехали кататься так она бы в ближайшее время заржавела заклинила и перестала бы нормально работать поэтому друзья мои разбирайте и смазывайте сами если не уверены что вам продали смазанную технику как то так для того чтобы промазать подшипники здесь вот такая залупа вот он болтик он нихера не закручен не затянут выдернули колодочки покажу поближе как выглядит термо изоляционная прокладка или проставка и колодки тоже покажу прям медь по идее это значит что колодки крутые качественные тоже стоят али все таки до мотоцикла заканчиваю сборку меняю антифриз не понятно что там налили китайцы поэтому решил поменять такая ярко ядовитая дрянь залита слил отсюда с нижнего болта помпы крышки помпы сейчас зальем нормальный антифриз и погнали тестировать сюда соберу его еще фильтр пропитаю и вперед чтобы кто не говорил но когда ты распаковываешь новый мотоцикл из коробки снимаешь с него всякие вот такие пленочки короче прикольные ощущения теперь мы ставим эту пластмассочку на место попадаем специальные болты на баке одной банки антифриза не хватило литровой сейчас будем лить вторую наверное где-то литр 200 объем такой расширительный бачок с сосочкой чтобы сама не завытягивала пропитал воздушный фильтр пропиткой от ликвимоле спреем но наверно в следующий раз буду пользоваться маслом потому что спрей это что-то держит долго мучиться с ним поставил подножку кстати подножка вроде стоит достаточно нормально не так на авантисах вот что еще сказать закрепил фару пара держится таких вот резиночках хомутиках вот с этим проводом что делать пока не понял как там тут не очень красиво висит на расчет туда засуну внутрь повесил его на шланг тормозной хомутиком ну как-то мне это все не очень нравится подумаем короче что с ним придумать эти штуки так понимаю под стропы наверное их нужно сюда будет вывести и стропу соответственно провести вот так чтоб тягать проще было этот день настал едем тестировать китайскую хус-кварну вроде бы все прикрутили сейчас проведем и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok